Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, желаю моего сердца в это утро прочитать и обратиться к тексту Священного Писания, который записан во 2-м послании Коринфянам, 3-я глава, 18-й стих, последний стих в этой главе. Итак, 2-е послание Коринфянам, 3-я глава, 18-й стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славы, как от Господня Духа». Можно еще раз прочитать, давайте внимательно посмотрим на этот текст. Он сложный для понимания, на первый взгляд, и все же очень важен. Апостол Павел обращает внимание верующих людей, дает некоторые условия, говорит о важном, что будет происходить в сердце веры человека. Он предлагает быть открытым лицом, как в зеркале, и при этом смотреть на славу Божию. И при этом будет что-то происходить. Он пишет, что будет происходить преображение в тот же образ, в образ Христа, от славы в славу, как от Господня Духа. Для того, чтобы нам лучше понять смысл этого стиха и что апостол Павел хочет нам сказать сегодня. Я бы хотел очень бегло, очень кратко посмотреть в целом на всю главу, о чем она говорит, к чему подводит апостол Павел, почему он пишет этот стих. Вы знаете, он говорит о преимуществе Нового Завета над Ветхим. Он противопоставляет Новый Завет Ветхому Завету. И для этого он использует очень интересную, простую, доступную иллюстрацию, которую все мы хорошо знаем. Прежде всего он использует иллюстрацию, это скрижали, помните, которые Бог дал Моисею. Что было на скрижалях записано? Десять заповедей, правильно. Это были особые скрижали, друзья мои. Не потому, что они ценность имели в камне, которую он нес, Моисей. А в содержании того, что Бог сам написал и десять дал этих заповедей, которые определяли на многие поколения жизнь израильского народа, взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с людьми. На этом зыжилась, основывалась духовная жизнь всего народа. Это было свято, это было важно. Это была, скажем, конституция духовная для израильского народа. Впоследствии эти скрижали, Бог сказал, чтобы куда положил. Ковчег Завета, правда? Как напоминание этого союза, этого Завета с Богом. Вы знаете, когда мы смотрим на всю эту главу и третью, четвертую главу, там упоминается, 17 раз упоминается слово «славно» или «слава». Всегда, когда апостол Павел говорит и о Ветхом, и о Новом Завете, он использует это слово «славно служение». Это было что-то особенное. И несмотря на вот это весь величие, важность, славность, апостол Павел говорит Коринфянам, противопоставляет тем скрижалям и говорит очень важный стих, которым всем нам знаком, братья и сестры. Он пишет так, «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, он показывает особое положение верующего человека, в какое поставил его Бог. У нас нету скрижалей. У нас есть нечто большее, говорит, это «Вы – письмо». Там Бог написал не на скрижалях каменных, но на сердцах плотяных, для того, чтобы люди читать могли, узнавать могли. Братья и сестры, дальше апостол Павел говорит, что это уверенность, какую мы имеем в Боге через Христа Иисуса. И он говорит, он дал нам способность, 6 стиха, он дал нам быть способностью служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Интересно, братья и сестры, что это за слово? Почему это сравнение он проводит? Вы знаете, в стихе 6 под буквой подразумевается закон Моисеев, а Дух относится к Евангелию благодати Нового Завета. Павел говорит, что буква убивает. Почему? Он говорит о служении закона. Закон осуждает всех, кто не исполняет его святые заповеди, которые Бог дал израильскому народу. И в послании к римлянам, 3 глава, 20 стихом, апостол Павел пишет, с законом познается грех. Закон никогда не был дан для того, чтобы он даровал жизнь человеку. Абсолютно нет. Он был предназначен для того, чтобы человек осознал грех и обличить человеческий грех. Обнаружил человек, увидел свою несостоятельность. Всякий раз, когда человек подходил к закону, он видел свою неспособность и свою виновность. И вот смотрите, апостол Павел в послании к Галатам, 3 глава, 10 стихе, он пишет так, проклят, вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот он почему называет буква, убивает. Она стала смертоносным для людей, для человека. Новый Завет показывает и называется духом. И то, что закон требовал, но не смог человек исполнить в Евангелии, благодати, в жизни Иисуса Христа, который он передал сегодня верующим, это можно исполнить. Это можно жить. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на две маленькие иллюстрации, которые представлены в Священном Писании и показывают колоссальную разницу результата служения буквы и результата служения Духа или Евангелия. Если мы откроем, братья и сестры, книгу Исход, 32 глава, 28 стих, братья, откройте, пожалуйста, нам, там упоминается одно событие, которое произошло в народе израильском. Помните, когда Моисея долго не было, он был там на горе, он был на горе, 27-28 стих, братья, 27-28 стих, он был на горе, где Бог даровал ему эти заповеди, где были данные эти скрижали, и когда народ, он сходил с горы, помните, что произошло во время отсутствия? Народ развратился, народ сделал золотого тельца, народ поклонялся этому идолу. И что сказал Господь? И сказал им так, говорит Господь Бог Израиль, смотрите, какое наказание они получили. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Какой суровый гнев, какое суровое повеление, что произошло? 28 стихе, «И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Братья и сестры, один автор, который рассуждает над этим словами, над этим сравнением, он пишет следующее, «Это служение убивающей буквы иллюстрируется тремя тысячами убитых на Синае при заключении Ветхого Завета». Братья и сестры, а теперь я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще одну иллюстрацию, еще один текст. Давайте откроем книгу «Деяния апостолов» и первая глава, вторая глава, 41 стих. Помните проповедь Петра в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на апостолов, и началось служение благодати, служение Нового Завета. Охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилась в тот день, сколько, братья и сестры? Около трех тысяч. Сколько погибло, когда Бог давал скрижали? Около трех с половиной, около трех тысяч. Какая колоссальная, потрясающий результат, братья и сестры, иллюстрируется тремя тысячами спасенных в день Пятидесятницы. И обратите внимание, братья и сестры, как апостол Павел говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Не потому, что Слово Божие, которое было дано в Десятисловии, было неправильным, а потому что человек грешен по своей природе, по своей неспособности был исполнить это Слово. И поэтому закон был для того, чтобы привести Господу ко Христу. Он был детоводителем ко Христу. Об этом апостол Павел говорит. Интересно, в стихах 7 и 8 стихе, когда мы смотрим, мы снова видим картину противопоставления двух заветов. И вот интересно, особо хочется обратить внимание на то, как апостол противопоставляет славу, которая сопровождала эти два завета. Он, обратите внимание, не говорит, что в Ветхом Завете, тогда, когда Господь давал народу Моисеевы закон, это было что-то, знаете, мрачное, это было что-то такое страшное. Нет! Помните, мы в Пятнице об этом говорили, когда Моисей спускался с горы, и в руках его было эти скрижали. Как он выглядел? Лицо его сияло. И сыны Израилевы не могли смотреть по причине славы, которая исходила, и он вынужден был покрывать свое лицо. Люди не могли только смотреть на лицо от того, что он был в присутствии Божьим, и то, что он нес к людям, это слово, это десятисловие. Обратите внимание, интересно, как апостол Павел говорит, упоминает одно слово. Он называет здесь, использует одно слово, слава была приходящая. Написано так, что сыны Израилевы, 7 стих, не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей. То есть слава эта, она уходила, она не была постоянная. И 8 стих, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, братья и сестры. Под служением Духа апостол Павел подразумевает Евангелие, благодати Божией, которую он дал сегодня Церковь, братья и сестры. И это включено очень многое, братья и сестры, и наша проповедь, и наша жизнь, и наши свидетельства, и наше песнопение, и наша молитва, братья и сестры. Да поможет нам Господь, братья и сестры. И он пишет, интересно, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не от нас эта способность, от него это происходит. И он пишет так, если приходящая славно, то тем более славно пребывающая. А теперь давайте поговорим, а что это за слава, пребывающая сегодня, и как она может проявляться в нашей жизни. Обратите внимание, мы снова теперь возвращаемся к последнему 18 стиху. И он говорит такие слова, мы же все открытым лицом, как в зеркале. Братья и сестры, вот это в одном стихе представлено пять коротких, важных истин. Этот стих включает, прежде всего, всех верующих. Этот стих говорит о состоянии нашего сердца, которое обязательно будет отображаться на наших лицах, дорогие мои. Апостол Павел в этом стихе говорит, что мы можем видеть славу Божию сегодня. Апостол Павел говорит, что взирая на славу Господню, мы будем преображаться в образ Христа посредством кого, какой личности, от Духа Божия, пребывающего в нас. И этот стих говорит нам о том, что Дух Святой будет совершать эту работу в каждом верующем постоянно. Итак, почему-то Он употребляет лицо, все же мы открытым лицом, обратите внимание, Он не исключает никого. Если в Ветхом Завете, братья и сестры, славу Божию, которую Моисей, помните, когда-то он сказал, покажи нам славу, покажи. И Бог говорит, я проведу при Топой славу Мою, Ты увидишь. То сегодня все верующие Нового Завета, все же мы, включено абсолютно всех, новообращенных, только Господу пришли, все же мы, Он использует интересно открытым лицом. Почему это связано как-то с лицом? Я думаю, здесь мысль намного глубже. Он говорит о состоянии нашего сердца, братья и сестры, о состоянии, то, что происходит в нашем сердце, оно будет обязательно отражаться на нашем лице. Знаете, народная мудрость говорит так, лицо – это зеркало души, в котором отражается настроение человека, его внутреннее состояние, его характер, его эмоции, его печаль, его радость, его надежда. Братья и сестры, все мы встречаемся каждый день друг с другом, правда? И нетрудно, мы знаем друг друга спросить, что случилось? Почему сегодня у тебя лицо грустное? Либо мы говорим, почему ты радостный такой? Я бы удивился, если Павел сегодня рассказывал стихотворение, его лицо было бы другим, таким, знаете, серьезным, таким унылым. Правда, несоответствие какое-то должно быть. то, что происходит внутри нас. Я не говорю о том, что всегда должны радостные, братья и сестры. Иногда мы передаем тоже нашу печаль и нашу скорбь тоже на лицах, и это естественно, братья и сестры. Это нормально, когда человек передает какое-то горе или печаль. Оно отображается на нашем лице. Книга «Бытие», помните, в жизни Каина, произошло одно событие. Я не знаю, как он раньше испытывал свои отношения с Богом, какое у него было лицо, рад ли он был всегда общению. Я не знаю, но в жизни Каина было особое событие, особый день, когда Бог обратил внимание на его лицо. Когда мы читаем четвертую книгу «Бытие», пятый и шестой стих, обратите внимание, написано, «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь, почему Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Конечно же, Бог знал об этом, правда. Он хотел Каина обратить внимание. Если делаешь доброе, то не понимаешь ли лица, «А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Порой люди, чтобы скрыть свое истинное состояние сердца, что люди одевают, друзья мои? Маски. То, что в театре происходит. Чтобы скрыть истинное лицо, люди просто одевают маски. Может быть, улыбку, натянутую, или так, чтобы не заметили. Знаете, в жизни Якова тоже был день, когда он увидел лицо своего тести Лавана. Якова невозможно было обмануть, он хорошо понимал, был Божий человек. И за эти годы, когда он служил верно и трудился, он знал лицо этого человека. Обратите внимание, книга «Бытие», 31 глава, 2 стихе, написано, и увидел Иаков, лицо Лавана. И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. Тоже что-то произошло, правда, и мы знаем хорошо эту историю, братья и сестры. братья и сестры, когда мы приходим к Господу, когда кровь Иисуса Христа очищает нас, когда Дух Святой входит в сердце верующего человека, святая личность, что происходит с нами в сердце? Начинается работа. В пятницу мы об этом подробно говорили, где апостол Павел преклоняет колени и молится, чтобы Господь по богатству обратить внимание славы своей, крепко утвердился духом его во внутреннем человеке, и начинается удивительная работа преображения сердца человека. Вот почему так необходимо слово, мы об этом говорили в пятницу. Когда Дух Святой преображает нас, братья и сестры, когда сердце очищенное, там будет и лицо открытым лицом, без прикрас, без какой-то маски. И так приятно видеть лица открытые, светлые, приветливые, добрые, поистине счастливые люди, братья и сестры, это то, что хочет видеть нас Господь. Не искусственно, братья и сестры, а естественно, как результат благодати Божией. Братья и сестры, и в этом нам может помочь две вещи. Апостол Павел употребляет в этом стихе как в зеркале. Братья и сестры, не так, как мы хотим, а так, как в зеркале. Зеркало нам поможет. Дорогие друзья, что является в Священном Писании зеркалом, прообраз чего зеркало служит? Слово Божие, совершенно верно, братья и сестры, Слово Божие. Когда мы смотрим, давайте мы посмотрим книгу Иакова в первой главе, помните, там с 22 стиха, если мы откроем эту книгу, удивительно, Иаков дает нам этот добрый совет преображения, как Слово Божие изменяет нас. Он пишет так, 22 стих, будьте же исполнителями Слова, а не слышателями только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забытчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Братья и сестры, вот почему нам необходимо это зеркало. Оно нам покажет истинность моего характера, истинное состояние моего сердца, мою нужду, мою скрытость, мое коварство, мою гордыню, мое непрощение. Все открывается. И тогда есть возможность, братья и сестры, прийти и просить Господи, преображай через Твое Слово. Изменяй. Я хочу, чтобы лицо моего сердца и лицо внешнее, оно соответствовало этому. Следующее, о чем апостол Павел говорит в этом стихе, братья и сестры, это он в адж, очень важно. Он говорит, что мы не только все открытым лицом, как в зеркале, мы можем смотреть, взирать на что? На славу Господню. Братья и сестры, что такое слава Господня? Слава Господня является неотъемлемой частью Его святости Божьей, Его присутствие там, где находится Господь и Его действие, то, что Бог совершает. Это неотъемлемая часть Его божественной природы. Слава! Помните, когда-то пророк Исаи было в видение в 6 главе книги пророка Исаи. Помните, он увидел этих серафимов, херафимов, которые находились там, и что они делали? Они взывали «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Вся земля полна славы Его! И в широком смысле, братья и сестры, этого слова, слава Господня наполняет всю вселенную. Когда мы смотрим, братья и сестры, на жизнь нашего Господа, который пришел на эту землю. И апостол Иоанн пишет такие удивительные слова. Апостол Иоанн говорит так, 1 глава, 14 стих, Евангелие от Иоанна. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И дальше он говорит, «И мы видели что? И видели славу Его, славу Его, как единородно от Отца, дорогая церковь, братья и сестры, где апостолы видели славу Христа. Во всем видели. Видели в Его крещении, в Его рождении. Помните, когда Христос родился. Явились слава Господня вместе с ангелами, которые восклицали. Они видели в крещении, в преображении, видели в чудесах, которые творит Господь. В этом было действительно. Они видели, эта слава была явлена. Братья и сестры, а там, где есть слава, там есть результат, там есть выражение и проявление человека, но эту славу, которая называется прославлением, поклонением Богу. И много раз мы встречаем в Священном Писании, когда Господь что-то совершал, прекрасное слово, и прославили Бога, и поклонились Богу. Проявлена слава, там есть слава, там есть и прославление Бога. Возникает вопрос, братья и сестры, как мы можем видеть славу Божию? Христа Господа нету с нами. Взирая на славу Господню, мы можем сегодня видеть, где? Очень коротко, несколько, хотя, братья и сестры, моментов. Мы можем видеть его, прежде всего, когда мы просыпаемся и выходим каждый день на улицу. Я всегда, братья и сестры, вот отмечаю, это особо, знаете, состояние сердца. Писание говорит, Псалом 18, 2 и 5 стих, «Небеса проповедуют что? Славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Небеса проповедуют, братья и сестры, нам чаще нужно смотреть, они проповедуют славу, и мы можем видеть ее в творении Божьем. Интересно, братья и сестры, мы можем видеть славу Божию в искуплении, совершенном Христом. Мне очень нравится текст Писания в послании Коринфянам в этой главе, в которой мы сегодня разбираем, третья глава, обратите внимание, девятый стих, «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Интересно, правда? «Тем паче изобилует служение оправдания». Братья и сестры, дорогая церковь, безусловно, мы можем не видеть, может быть, в полноте эту славу служение оправдания, но верите в то, что сегодня хотя бы одна душа пришла к Господу, и я верю, что приходит, и Дух Святой работает. И что происходит на небесах? Ангелы Божии радуются об одном кающемся грешнике, правда? Писание говорит о том, что когда грешник кается, приходит к Господу, это слава Божия, братья и сестры. И когда мы придем в вечность, увидим церковь, собранную, тьмы тем и тысячи тысяч, и все небо будет наполнено славою. Слава чего? Служение, оправдание. Вот слава изобилует от этого. Это очень важно, братья и сестры, когда люди обращаются к Господу. Она прекрасна, братья и сестры, слава, служение, оправдание. Братья и сестры, можем видеть славу Божию даже там, где нам трудно представить ее. Обратите внимание, когда мы смотрим четвертую главу этого же послания Коринфянам, где апостол Павел касается очень важной темы страдания людей, то, что сопровождает жизнь сегодня верующих. Обратите внимание, он говорит, там можно видеть славу Божию. Смотрите, он пишет 17-18 стих четвертой главы, следующая глава после третьей. Он пишет так, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном произбытке что, дорогие друзья? Вечную славу. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Друзья, не так давно мы встречались в нашей церкви, мы молились за наших братьев, которые попали в аварию, которые были травмированы, и казалось бы, какая уж здесь слава. Но мы говорим «Господи, слава Тебе», правда? Потому что Ты ведешь, потому что руки Твои были, потому что Ты сохранил, потому что жизнь сохранил. Братья и сестры, когда уходят вечность, наши близкие, наши братья и сестры, что мы говорим? Мы говорим «Господи, слава Тебе, что Ты принял душу, что он у Тебя». Братья и сестры, когда мы читаем истории, Интересно, мы читаем биографии людей, великих страдальцев, святых, которые прошли очень школу страданий. Удивительно, вся эта биография наполнена славой и прославлением Господа. Эти люди прославляют Бога в своих страданиях. Удивительно, непонятно для нас. Эти называют легкие, кратковременные, но не производят при избытке вечную славу. Нам только нужно видеть. Не на видимое, а на то вечное. Там, где есть слава Божия, братья и сестры, и мы ее можем видеть, там будет и прославление, там будет и результат нашего сердца. Это чудесный процесс преображения, братья и сестры, когда мы правильно находимся в положении, как дети Божии. Не проходит напрасно, бесследно. Цель, которую Господь имеет по отношению к нас, это преображать нас. Преображать в образ Христа. И в одном вот этой славе, братья и сестры, когда мы взираем заключен образ, заключен этот принцип и святости преображения. Быть поглощенным Христом, лицезреть Его каждый день, видеть руку Его, видеть славу Его. Не собой, братья и сестры. Когда мы смотрим на себя, это приносит только одно поражение. Когда мы смотрим на других, это приносит разочарование. Когда мы смотрим на Христа, на Его славу, это приносит преображение нашего сердца. Преображает Господь нас в образ Христа. Это не происходит мгновенно. Это происходит постепенно, путем освящения. Каким образом? От славы в славу. И если сегодня увидел что-то, увидел эту славу Божию, нам нужно поблагодарить Господа, чтобы не прошло мимо сердца. И я уверен, что Дух Святой будет совершать работу свою. Мы будем становиться похожи на Христа. Это Его ответственность, это Его труд, это Его работа в нас. Мы будем похожи на Христа. Есть прекрасный пример, практический пример на земле человека, который видел славу, который имел открытое лицо и который был преображен в образ Христа. Закончить свою проповедь я хотел бы простой библейской иллюстрацией, которая произошла с нашим братом, мучеником Стефаном. Давайте мы откроем Деяния апостолов и посмотрим вкратце эту маленькую иллюстрацию и помолимся с вами. Мы читаем книгу Деяния апостолов. В шестой главе описывает, когда избрали семь служителей для того, чтобы они служили в церкви, для нужды, восполнять нужды церкви. Один из них был Стефан. И помните, там после дискуссии, после того, когда он проповедовал Евангелие, на него возложили руки, привели Синедрион, привели ложных свидетелей. После его этой удивительной проповеди, которую он совершал. И когда мы смотрим, братья и сестры, на лицо этого человека. Эта глава шестая заканчивается пятнадцатым стихом. И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его. Лицо, как ангела. Удивительно, правда? Стефан предполагал, что может произойти с ним. Что это был результат? Почему такое лицо было? Открытое лицо, как в зеркале. А потому что Стефан в своей жизни, он всегда видел славу Божию. Он видел Господа. Поэтому лицо не было, как лицо ангела. И когда пришло время умирать Стефану, когда его уже побивали камнями, братья и сестры, что-то произошло потрясающее вновь в жизни Стефана. Когда мы читаем седьмую главу книги Деяния апостолов, 55 стиха, смотрите. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воздрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесну и Бога. Братья и сестры, жизнь прошел человек этот, служитель Божий. В своей жизни видел славу Божию. В смерти своей видел славу Божию. Иисуса, стоящего одесну и Бога, который встал, чтобы почтить смерть первого мученика. И сказал, вот я вижу небеса отверствия, и Сына человеческого, стоящего одесную Бога. И побывали камнями Стефана, 59 стих, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими Дух мой. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, Господи, не вмини им греха сего. И сказал сие, почил. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, пусть образ этого человека, который был среди нас в свое время, среди церкви первой, останется этим добрым примером путем преображения. Пусть слово, которое оставил Павел сегодня для церкви, будет для нас сегодня не только предметом рассуждений, но станет нашей практической действительностью, нашим благословением. То, о чем мы рассуждали в пятницу, о той удивительной работе, которую Дух Святой проводит, по богатству славы своей хочет утвердиться, крепко во внутреннем человеке. Пусть станет для нас благословением, действительностью, и для нашей церкви, и для окружающих людей. И когда люди будут видеть наше лицо, они будут знать, что это люди преображенные самим Богом. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу.